Невысокая миниатюрная девчонка со светными волосами и задорными серыми глазами. Так друзья и сослуживцы описывали Тоню Зубкову. Они же ее называли ласково Зубок. Кому сегодня известно о селе Симеон в Кораблинском районе? А ведь именно в этом местечке 12 октября 1920 года в крестьянской семье родилась героиня Великой Отечественной войны. Знаменитая летчица, штурман-бомбардировщика Антонина Зубкова. Окончив среднюю школу, Антонина в 1938 году стала студентом механико-математического факультета Московского университета. Курс Зубкова считается летным. И его выбор по праву можно назвать судьбоносным для девушки. Училась на механико-математическом факультете, который и по сей день считается самым сложным и неженским факультетом. Спустя три года, летом 1941 года, с началом войны, она оставила университет. Надо сказать, что девушке попасть в армию было непросто. Надо было большую настойчивость проявить. Воевала в 125-м гвардейском полку на самых, что ни на есть, мужских бомбардировщиках П-2. Уроженка Кораблинского района. В честь нее на родной земле названа улица и школа в Рязани же. В честь нее назвали большую-большую улицу в спальном районе. И проживают на ней десятки тысяч людей, между прочим. Но знают ли сами рязанцы на улице имени кого они живут? Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такая Зубкова? По-моему, участница великой айзии с войны. Вы живете на улице Зубковой? Да. Вы знаете, кто такая Зубкова? Да, лечится. По-моему, что-то связано с войной. Вы знаете, кто такая Зубкова? Зубкова-летница. Зубкова, не знаю. Знаете? Нет. Знаете, кто такая Зубкова? По-честному, нет. Нет. Можно сказать 7 из 10 и знать не знают, что в графе их прописки указано имя Героя Советского Союза. Обратите внимание, отвечали далеко не школьники, а именно взрослые люди. Да и сама улица, если уж сказать по правде, никаких опознавательных знаков не имеет. Ни памятника, ни мемориальной доски, никаких упоминаний о том, чье имя она носит. Но это для незнающих оправданием не является. Да и на саму улицу без слез не взглянешь. Разбитая дорога, ни козистые магазинчики, ни к лету, ни тем более к 9 мая городские службы улицу не подготовили. За годы войны за плечами Антонины Зубковой остались 68 успешных боевых вылетов. Штурман взорвала три склада с боеприпасами врага, сбросила более 50 тонн бомб на фашистские укрепления. 20 раз Зубкова водила в бой звено самолетов. 25 раз водила девятку и два раза колонну из 54 самолетов. За беспримерное мужество, героизм, отличное выполнение поставленных задач 18 августа 45-го Антонина получила звание Героя Советского Союза. Кроме того, Зубкова награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и множеством медалей. Все вылеты Антонина Зубкова фиксировала в своем дневнике. Вот такая запись, очень много рассказывающая о внутреннем мире летчице, появилась после первого боевого вылета Зубковой. «Прости меня, милая моя земля. Я буду бросать бомбы на тебя, но это нужно для нас обоих. Пусть только сгинут жестокие пришельцы с твоих дорог. «Презираю тех, кто бережет себя для хорошей жизни, забывая, что право на это надо завоевать». Вот так фраза нам в назидание Антонина Леонтьевна Зубкова, легенда мировой авиации. Для потомков ее жизнь навсегда останется образцом смелости и мужества, а имя – символом Великой Победы.